Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем-всем-всем пользуясь в YouTube, который смотрит мой канал. Это Вероника, я очень рада вас видеть на своей страничке. Если кто-то из вас подумал, что мои весенние обновления квартиры закончатся всего лишь одной поездкой в Икею, то, видимо, вы мой новый подписчик или подписчица, и вы меня плохо знаете. Вообще, у меня всегда так. Если я что-то начинаю делать, я начинаю просто сходить с ума, и мне нужно больше, 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 и, в общем-то, больше. Как многие правильно заметили, шторы я почему-то подшила короче, чем основная тюль. Это из-за того, что я, в принципе, лохушка. Есть такая хорошая поговорка, что скупой платит дважды. Вот я считаю, что скупой платит дважды, тупой трижды, лох постоянно. Короче, я реально перепутала размер, но так как я перепутала размер, я уже не могла остановиться, поэтому я решила сделать небольшую перестановку. Те шторы, те, та тюль, тот тюль. Мне, кстати, сделали кучу замечаний, что я неправильно использую слово тюль. Короче, тюль – это французское слово. В России оно используется в качестве мужского рода. То есть тюль – это он. Боль, соль, моль. И тюль – это женский род. Не хочу ничего знать обратного. Все, я плохо говорю по-русски. Пускай я буду говорить так, как будто бы русский, не мой родной язык, но для меня в душе навсегда тюль останется она. Но в сегодняшнем ролике я буду постараться использовать тюль – это он. Вот так вот в упаковке выглядит тюль. Он идет у них там, где продаются именно укороченные модели штор. Я подумала, что чем я сейчас буду покупать более длинные, еще платить 300 рублей сверху за их подшив. Возьму сразу коротенькую и пускай. Потому что у нас кошка стала нервничать. Она любит сидеть на кухне на окне. Она путается в этих шторах. Я ору, Руслана орет, кошка орет, все нервничают. Поэтому я решила взять чуть-чуть покороче, чтобы кошка легко забиралась на подоконник. Ну и вообще самая главная вещь, за которой я сегодня ехала в Икею – это были шторы. Вообще вот мы практически год прожили с Русланом с тюлькой на окнах. И нам казалось, что это нормально. Но как только я купила шторы на кухню, Руслан с утра просыпается и говорит, слушай, со шторами совсем другое дело. Он говорит, купи давай все-таки еще в большую комнату. Он говорит, с ними как-то сразу так уютно, такой вид законченный. Ну и что вы думаете? Конечно же, я как полоумная тут же понеслась в Икею. Я взяла вот такие вот шторы. Они из новой коллекции. Их фишка состоит в том, что они не пропускают свет. Так как мы живем на солнечную сторону, это у нас очень-очень-очень важная тема. Я не могу сказать, что я их до сих пор люблю или желаю. Мне очень хочется их повесить на окна и посмотреть, каково это вообще будет выглядеть. Потому что для меня вот такие цвета, я их не очень люблю, не очень понимаю при первом взгляде. Но когда интерьер целиком уже готовый, вот в таких оттенках, мне очень нравится. Поэтому купила, подшили мне их сегодня вообще за 20 минут. На удивление, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, что я не напутала ничего на сегодня с этими, с размерами. Если я напутала, я не знаю, это будет, это просто кошмар. Я выкину эти шторы тогда в окно. Какая моя поездка в Икею может пройти без покупки подушек? Никакая. Мне кажется, я в прошлый раз не купила подушки. В итоге сегодня я перешерстила все свои подушки, поняла, что какие-то старые, какие-то неудобные. Решила сократить их количество, но мне кажется, я их умножила еще в два раза. В Икеи продаются как уже цветные подушки с такими чехольчиками. Так и, ой, чешется нос. Так и продаются вот такие подушки, которые являются именно основанием для чехла. Назовем это так. Они плотнее. Они стоят, по-моему, 159 рублей, но из-за того, что здесь нет никакого сверху материала, это просто не тканка такая, да, они стоят дешевле. Но они форму подушки держат гораздо лучше, поэтому купила две, не стала жалеть, а прошлые выкину, потому что они уже абсолютно страшные, и даже не хочу их на балкон никуда везти, и просто бэээ. Ради чего же, ради чего же я купила эти подушки? Я их купила для вот таких вот чехлов. Мне захотелось добавить такого брусничного цвета в свою квартиру. Мне кажется, даже не цвет брусники, а, знаете, мороженое, плодово-ягодное. Оно стоило так дешево, оно было такое вкусное. Я его, кстати, даже не вижу, но сейчас превратилось в щербет, и оно же не такое вкусное. Короче, вот такие вот подушечки, они называются чехлы на подушке Санелла. Санелла. Вот, они из такой бархатной серии, они безумно приятные, безумно красивые. В общем, скорее-скорее уже хочется обустроить заново свое постельное место. Так как у меня еще были более вытянутые подушки, я не стала их заменять, они тоже старые, они тоже немножко пожелтели, но мы на них не спим головой, а они являются просто декоративными, поэтому я решила оставить их, чтобы, ну, сэкономить 400 рублей. На них я купила вот такие вот чехольчики, они такого серо-бежевого-белого оттенка. У меня была идея купить к этим вот плодово-ягодным чехольчикам, точно такой же плодово-ягодный чехол, но они, эти подушки стоили, эти чехлы стоили 700 рублей, а вот эти стоили 390, и, ну, что-то за каждый чехол переплачивать 300 рублей не захотелось. У меня все равно практически всегда такое бежеватое постельное белье, поэтому решила выбрать вот такие. Мне кажется, это очень красивое сочетание. Ну, не знаю, вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам сочетание такого вот серо-коричневого с таким плодово-ягодным. Единственное, что, сразу предупреждаю, вот я сейчас просто смотрю на то, как снимает моя камера, подушки кажутся голубыми, но это не голубой, это серый, это просто такая странная цветопередача. Вот, на самом деле, подушечки такие серовато-зеленовато-коричневые. В общем, мне кажется, что должно смотреться неплохо. Если плохо, я застрелюсь и повешусь одновременно. Еще одна вещь, которую я купила, это новое покрывало. На данный момент у меня было бирюзовое, которое переехало из моей старой квартиры, оно мне надоело, потому что бирюзовый цвет, его жизнь, ну, знаете, как любовь, живет три года, вот любовь к бирюзовому цвету живет три года. Сейчас я просто не могу видеть бирюзовый цвет, и я от него всячески избавляюсь. На данный момент моя постель уложена красным, но красное, оно очень яркое, а у меня почему-то сейчас, ну, у меня часто такое бывает, вроде бы весна, яркие краски, но вот почему-то в спальне и в гостиной мне хочется более спокойных оттенков. Поэтому я вот это красное свое решила заменить вот таким вот белым. В Икее вышло новое вот это вот покрывало. Вообще в Икее очень плохо с покрывалами. Я выбрала, который называется Two Sense Corner. Единственное, что я его взяла размером 150 на 250, но это просто мой стиль заправления кровати. Многие люди, ну, любят заправлять кровать полностью, да, то есть получается такой, я это называю могилка, могилка. Еще кладут подушки под низ и заправляют, и получается такая насыпь, как в могилке. Я это жутко не люблю. Я люблю наполовину где-то постельного белья положить вот так вот поперек плед, завернуть края, в общем, ну, мне так больше нравится. Еще я просто безумно хотела купить их серую дорожку, которая кладется еще сверху, но потом мне стало безумно жалко 1600 рублей. Я подумала, что серый цвет мне здесь ни к чему, потому что все-таки комната у меня в таких более желто-песочных оттенках, поэтому остановила себя, ну, прям вот жалею. Что-то мне кажется, что все равно я ее, наверное, куплю. Еще одна крутая вещь, которую я сегодня обнаружила в Икее, это вот такие вот сменные штуки на гладильную доску. В общем, я купила гладильную доску, она у меня отжила практически год, но там абсолютно истлел вот этот вот слой уплотнителя, поэтому когда я там что-то глажу, остаются такие заломы от железного основания гладильной доски. Это ужасно. Купила вот такую в Икее. По размеру, по размеру, по размеру она должна подойти, но уж если она не подойдет, в принципе, стоила она не очень дорого, так что скрещу пальчики, вот, потому что доска гладильная у меня достаточно маленькая, и у нее очень тяжело найти что-то размером, ну, такого нужного, потому что я уже прошерстила все полки в твоем доме, в обе в основном продают на больший размер гладильных досок, а менять гладильную доску целиком просто не хочется, поэтому я очень надеюсь, что мне эта штука поможет. Так что, если у вас стандартного размера гладильная доска, и она вас просто достала, но она еще не сломана, очень советую купить вот такой вот чехол. Следующая огромная вещь, которую я купила, давайте я ее сразу покажу, потому что она постоянно падает. Это вот все самые огромные коробки, которые я вам вчера показывала. В итоге они просто замечательным образом встали именно туда, на балкон, куда я и планировала, поэтому я решила забить оставшиеся две свободные полки именно такими коробками. Стоят они что-то порядка 200 рублей, конечно, многие скажут, что можно просто поставить коробки, а еще желательно просто все выкинуть, да, и оставить голое пространство. Но есть какие-то вещи, которые выкинуть жалко, и как бы их хранить неудобно. На балконе у меня хранится старый вентилятор, старый утюг, который жалко выбросить, там хранятся какие-то пакеты из-под пакетов, и поэтому весь этот мусор, весь этот хлам я решила забить такими коробками. Мне кажется, они смотрятся достаточно достойно, может быть, они, конечно, у меня отсыреют за следующую зиму, но в любом случае они стоят совершенно недорого, поэтому мне кажется, это хороший вариант для балкона, если у вас позволяет место забить его вот такими большими коробочками. Огромное вам спасибо за просмотр, может быть, мои идеи вам тоже покажутся интересными. Пока весна, пока такое вот время, меняйте, меняйте, не жалейте, выбрасывайте, отдавайте, помогайте там, не знаю, мне тут поступило вот сообщение от девушки иногда, зачем ты выбрасываешь, отдавай это в собачьи приюты, отдавайте в собачьи приюты, отвозите на дачу, но поймите, что ваша квартира, это не просто стены, в которых вы живете, и для того иногда, чтобы наладить энергетику в своей деловой жизни, любовной жизни, дружеской жизни. Иногда важно заняться своим домом, вычистить его, вымыть, купить приятные вещи, перестать ориентироваться на вот эти вот советские лозунги, что каждая вещь, как ты ее купил, пока она в тлен не превратилась, и за ней нужно ухаживать. Сейчас другое время, сейчас время новых коллекций, обновлений, новых течений, новых идей, поэтому не тратьте очень много, не нужно покупать комплекты постельного белья от марки Тогас, как бы за безумные деньги, купите себе три набора в Икеа, меняйте их, потому что, когда у вас что-то меняется в доме, это реально работает на вашу энергетику. Я это проверила на себе, это 100%, поэтому занимайтесь своим домом, занимайтесь собой, добавляйте те цвета, которые вас радуют, пускай это будет оранжевый, пускай это будет желтый, а может быть вас на весну радуют черные, я не знаю, у каждого свое, поэтому главное, не стойте на месте, выбрасывайте старье, избавляйтесь от хлама, но по поводу избавления от хлама, мне кажется, это должен быть отдельный ролик, а сегодня мне уже просто не терпится идти и применять все, что я купила на деле. Я вас очень люблю, целую, это была ваша Вероника, до встречи на моем канале, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok